Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска. Двигатель 1.8 вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 210 тысяч километров. Появилась такая ситуация. После 200 тысяч пробега у автомобиля резко увеличился расход масла. Притом настолько резко, что в среднем получается где-то 800-900 грамм на 100 километров в одночасье. При этом автомобиль стал перебоить. У него нет-нет, бывает, выскакивает ошибка, но только утром на холодную 0.3-0.1. Это перебой в работе первого цилиндра. Менял когда свечки, у него после 200 тысяч первый цилиндр. Свечка была хуже, чем все остальные. С нагаром темная. И цилиндр внутри выглядел как влажный. Компрессию не мерили, ничего. Перекинули свечки, поменяли новые. Ошибка все равно продолжает выскакивать с утра. Потом она пропадает. При этом работает неустойчиво. Сейчас заведу. Вот если по тахометру поставить. Посмотреть, обороты плавают. Перекинул местами катушку первую со вторым цилиндром. Ошибка все равно P0.1-0.3-0.1. Перекинул местами свечку со второго цилиндра. Ошибка все равно та же самая. Ругается только на первый цилиндр. Сейчас что я хочу сделать. Я сейчас хочу снять все свечки и померить компрессию. Посмотреть какая будет компрессия. А потом уже отталкиваясь дальше, хочу купить прибор и жидкость для промывки инжекторов. Промыть инжектор. И промыть дроссельную заслонку, переобучить. Ну а если уже это не поможет, то да, уже дальше лезть в двигатель. Смотреть, что не так. Ну вот обороты плавают. Ладно, открываю капот. Добираюсь до свечей. Выкручиваю их. Снимаю крышку. Отключаю катушку. И откручиваем их. Головка на 10. Катушки здесь не прописаны, поэтому ничего страшного, если поменяете местами. Продуем. Беру свечной ключ на 16 и выкручиваем свечи. Катушку. Вот свеча четвертого цилиндра. Нагар. Вот свеча первого цилиндра. Влажная и черная. И пахнет не бензином, а пахнет маслом. Свеча второго цилиндра. Отлично. Свеча третьего цилиндра. Отличная. Сейчас посвечу фонариком. Попробую, сможет ли навести фокус вовнутрь цилиндра. Если посмотреть, цилиндр внутри мокрый. Я не знаю, фокус наведется, не наведется. Эти цилиндры внутри сухие. И меряю компрессии. Взял компрессометр. Нажимаем педаль газа в пол. И крутим. Хорош. Ну, с трудом десятку набрал. Крутим. Двенадцать. Гораздо легче. Крутим. Хорош. Двенадцать. Крутим. Крутим. Хорош. Двенадцать. Ну, подержать я больше. Вон, тринадцать накидывает. Первый цилиндр. Давай. В первом цилиндре десять. Накидывает он ее очень долго. О-ка, второй цилиндр и счет. Давай. Хорош. Ну, дольше подержал. Четырнадцать очков. И те остальные также накачают четырнадцать очков. А первый столько не качает. Десять с трудом. Все-таки что-то с компрессией. И это не клапана. Маленько добавлю масло. Примерно кубик. Цилиндр. И попробую. Компрессию с маслом померить. Так, ну, пробуем. Да. Да. Хорош. Десять. И с маслом тоже десять. Вот такая разница в компрессии. Но с хозяином поговорили. Пока, говорит, ничего делать не будем. Пусть катается. Единственное, все-таки я приобрету этот прибор для промывки инжекторов. И в процессе, чуть позже, промою инжектора и промою дроссельную заслонку. Но, опять же, это никак не связано с компрессией. С компрессией это либо что-то с поршневой, либо клапан подгорел. Добавляю масло, а компрессия не возрастает. Поэтому есть подозрения как на клапана, так и на поршневую. Поршневая из-за того, что там маслом свечку закидывает. Это масло, это не бензин. А клапана, что компрессию не поднимает с маслом. Ладно. Собираю обратно все. Вкручиваю свечи, ставлю катушки, закрываю крышку и запускаю. В принципе, она, когда прогреется машина, работает стабильно. Немножко обороты подплавают. Но подплавают, опять же, могут как раз и из-за форсунок, и из-за дроссельной заслонки. Потому что ни мылость ни то, ни другое за все время эксплуатации. Методом исключения полазим. А там уже дальше либо ремонт двигателя сделаем, либо его заменим на контрактный. Немножко обороты. Немножко обороты. КОНЕЦ 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 По двигателю видно, на холостых, все выровнялся, но все равно потряхивает маленько, на холостых он работает нестабильно. На этом все, осмотр закончил, а там посмотрим, что будем делать. Всего вам доброго!